В Ульяновской области приступили к работе над бюджетом на ближайшие три года. Накануне состоялось первое организационное собрание профильной комиссии по формированию проекта главного финансового документа. Его разработка ведется с учетом всех федеральных канонов и графиков. Мы должны использовать все максимальные ресурсы для привлечения доходов бюджета всех уровней. И здесь мы будем очень внимательно работать. Мы готовы совершенствовать систему межбюджетных отношений. И об этом уже губернатор неоднократно говорил. Мы готовы двигаться навстречу муниципальному образованию и передавать доходные источники в части малого бизнеса. Но только в том случае, если муниципалитеты будут располнять свои обязательства по развитию данного сектора. При формировании бюджета на очередной трехлетний период должен быть учтен план по устранению неэффективных государственных льгот. Ульяновской области, как и всем остальным субъектам страны, придется отменить неэффективные затраты и сокращать расходы. Связано это с ужесточением условий дотации от государства. А точнее, их полная отмена с 2020 года. Эту особенность придется учесть до августа текущего года. Должны размещать в системе электронный бюджет утвержденный прогноз социально-экономического развития Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период. До настоящего времени наш региональный прогноз на 2018 год и плановый период не утвержден нормативно-правовым актам. На собрании затронули работу территориального вне бюджетного фонда обязательного медицинского страхования. Структура подверглась жесткой критике со стороны главы региона. Внести закон об областном бюджете на рассмотрение в региональный парламент должны были до 10 октября. Однако на совещании сроки продлили еще на три недели. Ринат Алиулова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.